В священном писании мы найдем очень много жизненных историй о взаимосотрудничестве, которые не отличались исключительным доверием. И мы можем посмотреть, к чему это приводило. Там также видно, что взаимоотношения играли решающую роль в политике и экономике. Посмотрим, например, когда Давид пытался наладить хорошее взаимоотношение за пределами своего государства с союзниками. Когда умер Аммонитский царь Наас, Давид из уважения к этому человеку решил оказать честь его сыну Анону, послав своих послов с утешением. Но Анон не поверил в искренность Давида и поддался уговором своего окружения. Князь Аммонитские сказали Анону, неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Нет, не для того пришли слуги его к тебе. А пришли они, мы скажем, для чего? Разведать и высмотреть землю и разорить ее. И вот, вместо того, чтобы отнестись к порыву Давида с благодарностью и использовать это как почву для построения хороших взаимоотношений, Анон обесчестил израильских посол. Писание говорит, и взял Анон слух Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их наполовину, дочерез и отпустил их. Можно только представить, какую рану Анон нанес своим ложным подозрением Давиду. Так вот, обратите внимание, что если одна сторона находится в плену ложного подозрения, то такое состояние подобно раковому заболеванию, а оно неизлечимо. Как и Саул до смерти охотился за Давидом, так и Аммонитский царь, вместо того, чтобы извиниться, узнал, что Давид очень огорчен тем, что он сделал, начал серьезно готовиться к сражению. Последствия были ужасными, война и вражда, и все по причине чего? Недоверие. Что же заставило их сомневаться в искренности Давида? Это версия, что люди пришли с тем, чтобы разведать и высмотреть слабые стороны страны, чтобы потом при удобном случае разорить, родилась из своего же опыта. Это они так поступали, когда оказывали кому-то честь. Делая это притворно, они высматривали тем самым временем слабые стороны своих союзников, а потом внезапно наносили им удар. Если верить историком, Гитлер приложил немало усилий, чтобы убедить Сталина в своей доброжелательности к нему. И ему это удалось достичь. Сталин быстрее верил ему, чем советским разведчикам, пытавшихся предовратить внезапное нападение фашистов, что могло бы сохранить жизнь миллионов людей. Причины недоверия могут быть очень разными. В данном случае корнем недоверия является зависть и неискренность перед самим собой. Подумайте, как нечестный, лукавый человек может поверить в искренность других людей? Если человек вор, ему кажется, что вокруг него все воры. Если человек обманщик, ему кажется, что все обманывают, просто у других это получается лучше. Таким образом, общество с низким уровнем доверия платит высокую цену, что мы и наблюдали с нескольких примеров, приведенных выше. Как ни печально признать этот факт, но многие люди никогда не достигали даже скромной степени гармонии во взаимоотношениях. Они были приучены и запрограммированы либо обороняться, либо оборонять. И выросли с убеждением, что в жизни окружающим верить нельзя. В этом и заключается одна из величайших трагедий жизни, поскольку огромный потенциал остается абсолютно невостребованным. Многие выработали оборонительную структуру, потому что сами давно съехали с рельсов правды. Итак, какой вывод мы можем сделать из этого? Покажите личный пример веры на вашем рабочем месте с явной целью служения людям. Поднимайте доверие к стратегическому преимуществу, увеличивая рост, инновации и увеличивая сотрудничество и выполнение. И вы увидите сплоченность в команде. Благословения вам, друзья!